Всем привет! Ну что, снова наступает момент, когда мне нужно пересаживаться на новую тачку к следующему году. А сейчас я хочу рассказать, почему я это делаю и вообще, что не так с моей старой Alteza. На самом деле, все просто. За три года езды на ней в голове возникло очень много идей, что хотелось бы в ней переделать и доработать. И на самом деле, мы пришли к выводу, что проще всего, наверное, собрать новый кузов, по крайней мере, сейчас Alteza еще более-менее доступна. Ее не так сложно найти, и стоит она небольших денег, сам кузов. Поэтому мы решили, что все вот эти идеи, которые возникли в голове, лучше перенести на новый кузов и собрать тачку заново. Ну, давайте немного пройдемся по старой Alteza. Ну, на самом деле, со старой машиной мы, как бы, сильно заморачиваться не собираемся, вот. Но, в любом случае, хотим ее привести в порядок, выкрасить подкапотку, потому что в этом году она пострадала, краска подкоптилась. Вот. Поэтому мы сейчас покрасим подкапотку, поменяем крылья, передний бампер, задние крылья, заднюю крышку багажника. То есть полностью обновим машину, чтобы она была, ну, практически как новая. Выкрасим ее, чтобы она выглядела хорошо и была готова выехать на какие-либо соревнования. Возможно, даже в качестве запасной машины на RDR-GP. В ней также останется мощность в районе 800-850 сил. То есть она полноценно готова будет ехать в GP. У нее стоит амалогированный бак, амалогированы сидения, ремни безопасности, система пожаротушения. Все, в принципе, остается так же. Подвеска вся остается такая же, потому что за три года ее очень тонко настроили очень много моментов. Здесь там тормоза, там редукцию подобрали, трансмиссию. То есть тут все, в принципе, очень круто и надежно работает. Поэтому надеюсь, что этот кузов еще поездит несколько лет. Может быть, для него найдется новый владелец, либо просто человек, который захочет на ней проехать сезон. Ну, а мы поедем уже на новом кузове и будем изучать для себя новый двигатель. И вообще вкатываться в левый руль. И надеюсь, что это даст какие-то результаты. Почему же мы выбрали снова кузов Altese? Во-первых, как я уже упоминал, что на нее очень много у нас есть технических решений. И в целом есть понимание, как ее быстро собирать. В общем, основной идеей постройки конкретно этой машины является глобальное снижение веса по 255-ое колесо. Но совсем недавно мы узнали, что 255-ое колесо не будет в чемпионате, а будет моношина размерностью 265 миллиметров. Производитель будет Vislake, который является не супердержаковой шиной, а просто шиной с хорошим зацепом и довольно-таки стабильной. Вот этот двигатель, как ни кстати, подходит под эту шину. Поэтому мы планируем не снимать с него больше 800 сил, а сделать мотор надежным, эластичным. И я надеюсь, что этой мощности как раз хватит по 265 Vislake. Выбрали самый оптимальный, на мой взгляд, двигатель. Это LS-серия на блоке Dart и головках масс. Чем хорош вот этот двигатель, на мой взгляд? Тем, что у него алюминиевый блок и по массе он ниже в районе 30-35 килограмм по сравнению с GZ. И во-вторых, он еще короче. То есть мы можем видеть, что он уже стоит глубже, где-то на 10 сантиметров. Точнее, передняя часть глубже на 10 сантиметров относительно GZ. Но данный двигатель довольно-таки тяжело сюда засунуть. Вот, глубоко тяжело засунуть. Потому что у него, как я уже говорил, большой колокол. И под этот большой колокол приходится довольно-таки сильно увеличивать тоннель. Вы уже можете наблюдать там вырезанный тоннель. Мы сейчас нарисовали уже в программе, как будет он выглядеть, тоннель. Осталось нам его нарезать, просто согнуть и потом вварить сюда. С чего я начал вообще подготовку кузова для нового проекта? С того, что я просто-напросто отрезал все лишние кронштейнники для того, чтобы максимально снизить вес. Но на самом деле я еще не закончил процесс. И у меня в планах вырезать все закладные резьбовые гайки, которые вообще не будут, скорее всего, использоваться. Мы просто-напросто потом установим новые резьбовые клепки, либо также приварим гайки в тех местах, где они действительно нужны. Мы сварили самую легкую версию каркаса под одного человека в салоне. То есть с этой стороны, в принципе, не будет установлен ковш. Поэтому мы здесь решили просто обойтись одной трубой. На крыше вместо креста просто одна дуга. Таким же образом мы одну дугу сделали в задней части каркаса. И каркас у нас получился по предварительным подсчетам ниже в районе 15-20 кг. Нам вот этот недостаток веса позволит грамотно развесить машину, чтобы она получилась такой, как захочется. А может быть, даже получится проэкспериментировать и подвигать вес вперед, либо назад и посмотреть, на что это влияет. В прошлом году, когда я сел за симулятор, и на самом деле понял для себя, что мне все-таки управлять машиной легче и получается точнее это делать именно левой рукой. Видимо, из-за того, что я начинал дрифтить на жигулях, и вот эти первые свои навыки получал на жигулях, также левой рукой управлял. Ну, в общем, я решил перенести руль на левую сторону, вот, и надеюсь, что сейчас еще зиму проеду, надеюсь, что подприкатаюсь и в следующем году выскочу сразу же максимально настроенным на какие-то результаты. Также мы в Atomic Shop уже купили суперлегкий ковш. Саша Андриади позвонил, сказал, у меня есть ковш для тебя, приезжай, мерей. Вот, я приехал и прям как плитой в него сразу же поместился. Также у нас будет подвесной педальный узел Tilton алюминиевый. Соответственно, тормозная система у нас будет без вакуума, вот. Также под них мы подобрали виллвуд тормоза легкие. Вот, в этот раз я решил сделать их чуть попроизводительнее. Выбрал большого диаметра тормозные диски, вот, и под них подобрал суппорта. Поэтому будем тоже тормозную систему настраивать, тестировать. Вот, интересно, как это будет сработать. В задней части машины, на самом деле, у нас все будет, как на старой Altezi. Это кевларовые крылья, вот такие. Они практически ничего не весят и очень круто работают при столкновении со стеной. На самом деле, когда я узнал про 205-е колесо, и у меня даже возникла мысль оставить железные крылья до того момента, пока я их никуда не стукну. Вот, но потом вспомнил, как мы мучились на Деневском Lexus, и когда он постоянно задевал крыльями в Рязани, либо в Сочи, очень много времени нужно для того, чтобы их исправить и придать им какую-то форму. Вот это крыло, оно сминается и возвращается обратно, вот. Пускай даже где-то лопается, но сохраняет абсолютно заводскую форму. Поэтому все-таки мы будем ставить их и не мучиться в следующем году, во время, точнее, после контактов. Я рассказал вам про новый проект, вот. На самом деле, показать многого не удалось, потому что запчасти еще в пути, они как раз приедут в конце декабря и в начале января, вот. Некоторые запчасти самые долгие приедут, наверное, в феврале, вот. Но мы уже по макетам делаем много кронштейнов, рисуем на компьютере, вот. И к приходу запчастей они уже будут, скорее всего, изготовлены. И в январе-феврале процесс сборки начнет, как бы, очень активно продолжаться, вот. И надеюсь, что вам понравилось, как я вам рассказал про новую машину и вообще концепцию машины. Поэтому, если вам реально действительно интересно, то мы, ну, также будем продолжать снимать про новый проект следующей серии, вот. Правда, я уеду сейчас в Красноярск на всю зиму, и если будет действительно много просмотров, я обязательно приеду и снимем следующую серию, когда уже приедут запчасти, и будет красивая какая-то картинка, и можно будет рассказать намного больше. Поэтому с удовольствием смотрите видео, надеюсь, вам понравилось. До встречи во второй серии. Субтитры создавал DimaTorzok